Ну что же, всем привет дорогие друзья, с вами Aroma сегодня мы продолжим играть в игру под названием Minecraft RC1.7.10 И как вы помните, в прошлой серии мы остановились на том, что сделали вот это Пристройка к скелетным иссушителям, где по идее вот в этой комнате должны были спавниться криперы Но даже с первым крипером у меня не удалось поладить, и он всё нахрен бомбанул Прямо сейчас до серии я решил всё тут восстановить То есть как всё Чуть-чуть восстановил стены Восстановил вот эту вот стену, надо будет добыть здесь немножечко досок для дверей, хотя доски у меня есть И в общем-то перед тем, как восстанавливать эти спавнеры криперов, я решил решить проблему с их взрывами И я решил её, только есть небольшая проблема, о которой я сейчас расскажу В чём заключается решение проблемы? Если мы зайдём в там инженерию к Ихору, то мы увидим кошачий амулет тот самый, о котором мы говорили где-то 6 серий назад И если мы прочитаем детально описание этого кошачьего амулета, то мы поймём то, что они не смогут детонировать Я говорю сейчас про криперов Но, есть проблема, мы не можем просто взять и скрафтить этот кошачий амулет, потому что здесь понадобятся листья тропического дерева И как бы, вы наверное скажете, так слетай на драконе да найди джунгли Но есть ещё одна проблема, проблема в проблеме, так скажем Я не смогу найти джунгли, как бы не хотел Дело в том, что у меня какой-то мод конфликтует с другим модом И таким образом убирается спаун джунглей вообще Не генерируются джунгли вообще ни при каких обстоятельствах Ни при каких! Можете мне даже ничего не писать в комментариях, потому что я это сам проверял И я вам даже немножечко могу доказать Я пытался на драконе найти эти джунгли И вот столько вот я летал Если вот досюда-то мне нужно долететь на драконе минуту, наверное, две Чтобы долететь отсюда досюда, мне пришлось лететь, ну, наверное, минут десять И ещё я летал сюда Здесь у меня находится мицелевый биом Джунгли я так и не нашёл Вот здесь вот я летал, решил найти Решил найти даже какую-нибудь деревню И у меня получилось это сделать Вот здесь есть деревня Если мы посмотрим чуть-чуть выше, то мы найдём ещё две деревни И чуть ниже есть ещё одна То есть я всё это помню Я летал на драконе, но джунглей так и не нашёл Потому что они не спавнятся, не регенерируются Если вы думаете, что это вот это джунгли Нифига подобного Это биом, где растут обычные дубы и грибы Всё, нашёл кучу заражённых биомов Но опять же нету джунглей И, в общем-то, я решил пойти на небольшой компромисс Раз уж я столько времени потратил, летая на драконе Я реально потратил больше получаса Я решил выдать себе всего лишь два саженца тропического дерева И два листика Серьёзно, я надеюсь, что вы меня поймёте Я угрохал очень много времени Я не выдаю себе там стаки алмазов Я не выдаю себе стаки этих же листьев или же саженцев Я просто собираюсь с помощью вот этих двух саженцев Восстановить, скажем так, биом Который никаким образом нельзя загенерировать Всё, я надеюсь, что вы меня поймёте И только лишь благодаря этим саженцам и листочкам Которые я себе выдал Смогу скрафтить этот кошачий амулет Всё Но вы, наверное, скажете то, что у меня есть ещё одна небольшая проблема С какао-бобами Раз уж я могу вырастить себе джунглейское дерево Какао-бобы просто так не появится Но я решил эту проблему очень просто Какао-бобы можно скрафтить И крафтятся они с помощью вот таких вот кустиков Это какой-то мёртвый куст И если мы его возьмём и засунем в крафт У нас появятся какао-бобы Всё очень просто И смотрите, что нам сейчас понадобится Нам надо будет взять саженец тропического дерева Листья мы, конечно же, не будем тратить Потому что они нам понадобятся на крафт Далее берём немножечко костей И сейчас мы попытаемся вырастить наше первое тропическое дерево За абсолютно весь сезон За абсолютно весь сезон Выращивать я буду где-нибудь здесь Не знаю почему Просто мне нравится эта местность Вот таким вот образом выкапываем землю И ставим всего лишь один саженец Другой я буду выращивать, ну, наверное, где-нибудь в глубине леса Создаём костную муку И начинаем Раз, два, три О, изи Ну, а теперь всё намного проще Берём какао-бобы И начинаем выращивать их где-нибудь на этом брёвнышке Конец Через некоторое время возвращаемся И получаем ещё больше какао-бобов Только вот единственное Я хочу всё-таки посадить ещё одно такое дерево Такс, где бы тебя посадить Давайте где-нибудь здесь И тадам Нет, не вышло Окей Создадим ещё немного костной муки Раз, два, три И окей Пока что я эти деревья срубать не собираюсь Потому что, ну, зачем мне это делать Раз уж это первые тропические деревья Которые когда-либо я вообще Так, скажем, находил Я не собираюсь их просто брать И срубать И потом снова сажать Пусть порастут Пусть немножечко побудут Там какао-бобы вырастут Бла-бла-бла Ну, а пока что мы будем понемногу подготавливаться Что нам нужно ещё для кошачьего амулета Нам понадобится немного золота Я посмотрел Нам понадобится также кварцевый блок И что-то там вроде бы ещё Ага И хор И сырая рыба Ну, в принципе, сырую рыбу я неплохо так сейчас добуду С помощью нашей удочки на приманку Слушайте, реально я эту удочку не использовал Наверное, уже серий так 60-50 Охренеть, сколько же времени-то прошло Ой, смотрите, там пиранья Ой, нет, это акула Окей, я думал, что пиранья Давай, на счёт 3 Жопа подотри Ииии Мне попадётся сырая рыба Изи Просто изи Берём, получается, кварц И вот что я заметил У меня почему-то куда-то пропал и хор Вот я, может быть, слепой Может быть ещё что Но почему-то в этом сундуке Я и хора не вижу Хотя, именно здесь У меня, по идее, он должен валяться Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Чё-то мне не нравится эта новость Может быть, и хор где-нибудь Вон в том сундуке хранится Раз, два, три А-та-та-та-та-та-та Что? Серьёзно, куда и хор делся? Ну, охренеть Теперь я проверил уже везде Где только можно И хора просто нету Оказывается, у меня он пропал Ну, то есть, не то чтобы пропал Я его уже весь потратил Серьёзно Я, я не знал то, что я уже успел потратить весь Ихор Вот я быдло Ну что же, это означает только одно Прямо сейчас мне придётся создавать этот долбанный Ихор Благо у меня есть адская звезда, аж целых две штуки И сейчас мы, получается, должны сначала пойти в Эндер Мир Добыть осколок края И далее пойти в ад Добыть Незер Рек Или как эта хрень вообще называется Короче, осколок Нижнего Мира Я это, конечно же, буду делать в паузе Но Ихор буду создавать при вас Так что всё нормально, не переживайте Увидимся через раз, два, три ПИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ У меня есть гнилая плоть, и у меня есть много факелов, только что я их скрафтил. Ну вот, в принципе, и пусть всё это дело плавится, сейчас я, как обычно, буду всё это дело ждать. О-о-о-о, господи, сколько же здесь эссенций-то, а? Хьюманус у меня, кстати говоря, есть, а сколько там нужно? А нужно как раз-таки 32 Хьюмануса, поэтому мне, наверное, не стоило кидать сюда гнилую плоть. Ну окей, подожду. Ладно, я тогда нажимаю на паузу, и увидимся тогда, когда у меня будет всё разложено, и у меня будут эссенции. Увидимся через раз, два, три. Собственно, я готов, последние штрихи, и спиритус передан, замечательно, раз, два, три. Погнали, уху! Я тут, в принципе, наверное, даже убирать ничего не буду, хотя подождите, подождите, а какая там нестабильность? Ой-ой-ой-ой-ой, нестабильность сильная, тогда лучше убрать. Не-не-не, нафиг, нафиг, нафиг рисковать. Убираем, о, чёрт! Видали, да? Вот видали? Просто передо мной убрался. Так, всё, вот теперь это точно... Не-не-не-не-не, пожалуйста, убирайся, вот теперь это точно всё должно работать, всё замечательно. И я верну это тогда, когда будет, ну, наверное, около 16 спиритуса. Так, всё, погнали, быстрей, быстрей, быстрей! Око Эндра ставим, далее кристалл края ставим. Что там ещё нужно? Алмаз и, вроде бы как, кристалл Нижнего Мира. Да, всё замечательно, алмаз и кристалл Нижнего Мира. И... О, боже мой, нет, что-то сломалось! И... Я не помню... Алмаз! Да, алмаз сломался, всё окей, алмаз поставил, всё замечательно. Потратил уже, получается, целых два. И что-нибудь вообще всасывается? Или что-то ничего не всасывается? Так, подождите. Неужели кристалл Нижнего Мира уничтожился? Вы сейчас серьёзно? Уничтожился грёбаный кристалл Нижнего Мира? И сейчас в итоге не хватает грёбаного Хьюмануса? Окей, окей, ладно, не бомбим. Мы просто даваем немного гнилой плоти и... Что тут у нас? А у нас восемь и хора! Уху! Замечательно! Замечательно! И всё это, все эти восемь и хора мы сейчас создавали ради одного. Ради грёбаного кошачьего амулета. Сейчас нам, получается, нужно ещё взять какао-бобы, которые, вроде как, уже выросли. И кварцевый блок, и хор, и ля-ля-ля тополя. В принципе, у меня всё есть. Единственная, наверное, проблема, это будет тенебри. Ой, ё-моё, у меня, наверное, этих эндерников нету. Жопа! Итак, какао-бобы я, собственно, добыл. Может быть, сейчас отсюда видите. И прямо сейчас всё, что мне осталось делать, это... Та-дам! Нет, я сказал Та-дам! Эм... И, по-моему, там нужен ещё кварцевый блок посередине. Да! Кварц мы легко создадим с помощью кварца, как-таки, не странно. Уху! Так, и вот это вот, кстати, надо будет тоже убрать, потому что, я думаю, это как-то влияет всё-таки на создание предметов. И я думаю, то, что этим я займусь после того, когда буду тенебри. Тенебри, пожалуйста, хоть ты бы у меня был. Пять тенебри! Фааак! Единственная надежда никуда не бежать, это эндерняк, который хранится у меня здесь. Пожалуйста, хоть бы ты у меня был. Эндерняк, пожалуйста! Нет! Неужели нету? Ну, блин! Ладно, придётся снова нажимать на паузу. По-моему, это уже десятая, или двадцатая, или тридцатая пауза за сегодняшнюю серию. Ну, ладно, где-то пятая. И я, собственно, вернусь тогда. На этот раз уже точно, чтобы не терять ваше время, когда у меня будут собраны все эти эссенции. Ну, в принципе, осталось только тенебри. Раз, два, три. Кстати говоря, не всё так просто. Нам не только тенебри понадобится, ещё и орда. Но орда я, в принципе, знаю, где достать. У меня, по-моему, доски того самого магического синего дерева есть в доме. И что же мы сейчас делаем? Мы берём этот самый эндерняк и кидаем, и добываем немножечко тенебри. Я думаю, то, что кину примерно вот столько, и... Да, этого вполне будет достаточно. Нееет! Я сказал, я кину вот столько, и вот этого будет до... Я сказал, я кину вот столько! И будет, мать твою, достаточно! Вот так-то лучше. Так, ну а теперь идём проверяем это дерево. Надеюсь, то, что ты у меня есть. Дерево, 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 дерево... Дерево... А, да, у меня есть дерево, и тут как раз-таки очень много орда. Хотя в то же время, мне кажется, что орда есть в сахарном тростнике. Нету здесь, нет никакого орда. Хорошо, тогда берём эту грёбаную древесину. У меня её уже очень мало. Но так как тут деревьев этих много, я в любой момент смогу срубить и снова получить кучу таких деревьев. Но я это делать буду, наверное, всё-таки не здесь. Я полечу куда-нибудь туда, в этот биом с синими деревьями. И нарублю там. Так, ну а теперь всё, что нам осталось, это кинуть эту древесину и снова ждать. Ааа! Жду! Раз, два, три! Фак, чуваки, у нас есть небольшая проблемиса. Я нечаянно маяк этот сломал. Я, я не знаю, как я это сделал, но я просто взял, поставил вот сюда вот эндерняк. И когда у меня эта кирка была на режиме, получается, площадь, решил сломать, и вот это вот сюда передалось. Фак, за щит! Чё, получается, у меня теперь ничего работать не будет? Я поставил обратно вот эти кирпичи и вот эти блоки, и если я сейчас нажму, что-нибудь заработает. Нет, ничего не работает! Фак! И чё мне делать? Фак! 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 Я сломал грёбанный маяк, как ты создаёшься-то? Так, окей, руническая матрица вроде бы как есть. Мне, получается, сейчас нужно сделать вот таким вот образом. Так, 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 руническая матрица выпала. Далее сломать вот это, и сломать вот... Не-не-не-не-не-не-не, никакие кристаллы не нужно ломать. Вот это, и получается просто поставить то, как и было. Ой, блин, слушайте, мне кажется, что у меня сейчас маяк может не заработать. Это очень ужасная новость, то, что я его поломал к хренам собачьим. Не-не-не-не-не-не! Не так! Куда? 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 Не пропадай, плиз-плиз-плиз. Все нормально, все нормально. Ставим, получается, сюда руническую матрицу. Это теперь убираем и кликаем палочкой. Пожалуйста, заработай. Раз, два, три. Не хочет. Ой, как мне это не нравится. Почему ты не работаешь-то, а? О, все, заработало! Знаете, что я для этого сделал? Если у кого-нибудь такая же потом проблема будет, я вот что сделал. Я сломал вот эти вот кластеры вот отсюда, и решил снова нажать палочкой. Все заработало, маяк снова создан. Но вы даже не представляете, что я сейчас испытал, когда понял то, что у меня нету маяка. Я думал то, что, ну все, гряздец, просто летсплею конец. Но, нет, все нормально, и прямо сейчас, перед тем, как я все-таки начну все это дело создавать, кстати, эссенции уже собраны, я возьму, достану где-нибудь верстачок, и просто соединю обратно все эти кристаллы, только здесь не хватает огненного. Вроде выложить это можно любым образом, и да, смешанный кристальный кластер получен. Так, ну все, возвращайся обратно. Хотя, подождите! Так это что, получается, эти четыре кластера никаким образом не работали? То есть, смотрите, они вообще реально роли никакой не играют, они только мешают этому маяку. Ну ладно, я все равно их поставлю. Может быть, они действительно что-то делают. Но что-то мне подсказывает, что это ни хрена не так. Ладно, раз, два, три. Почему не работает? Странный шепот рассказывает вам древние секреты. Вы начали чувствовать больше, чем обычно. О, мне дали ночное зрение, и самое главное, мне дали по одному очку каждого исследования. Короче, у меня почему-то эта хреновина не работает. О, боже мой, какое же все-таки ночное зрение красивое. Нет, серьёзно, вот эта штука у меня не работает. Смотрите, я кликаю, и нихрена. Тенебри у меня есть. А, подождите, подождите. Может быть, у меня всё-таки орда не хватает? Нет, орда тоже хватает. Я сейчас снова попробую, конечно, эти кластеры сломать. Может, это как-то поможет. Но нифига подобного. What the hell is... Ээээ... Эээ... Окей, я попытаюсь как-то сейчас решить эту проблему, но... Что-то мне подсказывает, что наш маяк полностью сломан. Раз, два, три. Господи, убейте меня, пожалуйста. Кто-нибудь выбейте из меня мой дебилизм. Я не добавил рыбу. Я... Я просто не добавил, мать её, рыбу. Так, ладно, всё, я спокоен, я начинаю. И... О, да, боже мой, заработало. Так, какая там нестабильность? Ну-ка, очень сильная, блин. Чёрт, факт, ненавижу, когда очень сильная. Ладно, я всё равно ничего не буду убирать, потому что мне кажется, что так намного честнее. И сейчас вот орда всосётся, вроде бы как, потом немножечко когнитю. И я вот сразу слежу за вот этой вот листвой, потому что у меня всего лишь одна листва. Ну, всё остальное мы можем более-менее так добыть. Золото у меня есть, и хор у меня есть. И рыбу тоже можем легко добыть. Да и какао-бобы вроде растут. Так что надо... Э, вот... Р-р-р-растительность-то беречь. Растительность беречь. Давай, всё, вроде как всасывается, да? Замечательно. Два золотых слитка расщепились. Далее какао-бобы. Теперь вроде как рыба. Нет, отлично. Листва и рыба. Раз, два, три. О-о-о, да, кошачий амулет готов. Так, мне не особо нравится то, что это ночное зрение до сих пор действует. Оно, конечно, такое красивое, но оно немного слепит глаз... О-о-о-о, пошло-пошло-поехало-пошло. И сейчас уберётся. Раз, два, три. Ну, я сказал, раз, два, три. Э-э, долбанное зрение. Так, всё, замечательно. Кошачий амулет готов. И всё, что нам осталось, это пойди его надеть. По идее он надевается сюда, да? Нет, подождите, может сюда? Ага, вот оно что. За место амулета рунного щита... Блин, это хреновая новость, потому что этот щит он меня очень часто выручал. Стоп, 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 кошачий амулет, кстати говоря, тебе как-нибудь можно изучить? Ничего, такие аспектики, по крайней мере здесь есть пять орда и я уже доволен. Ладно, как-нибудь с этим кошачьим амулетом будем мириться за место вот этого амулета рунного щита. Сейчас всё, что нам осталось сделать, это найти немного криперов, поубивать их, получить порох. И, наконец-то, создать себе нормальную дробилку криперов. Ну, как вы понимаете, я снова сейчас буду в паузе искать криперов, тут ничего удивительного. Я надеюсь, что вы не забудете поставить лайк данной серии. Говорю вам это каждую серию, но серьёзно, мотивация появляется просто жесточайшая, когда понимаешь то, что лайкает огромное количество людей. И я надеюсь, что вы не забудете поставить лайк, по крайней мере, если вам хоть нравится смотреть этот сезон. И, в общем-то, сейчас я найду порох и вернусь. Раз, два, три. Блин, солнце уже взошло, а я нашёл всего лишь грёбаных два пороха. Прямо сейчас у меня ещё два в сундуке есть, то есть всего четыре. Но, я не собираюсь просто брать и с этим мириться и дожидаться ночи. Я сейчас спущусь в шахту и с помощью нашей керки на режим площадь, пробуждённой и хоревой керки, я буду просто выкапывать здесь громадную площадь, убирать вот эти факелы и буду дожидаться криперов, пока они здесь заспавнятся. Как вы понимаете, это немного, конечно, не крутая идея, но она лучше, чем ждать ночь, это куда дольше. Так, и, в общем-то, я копаю, 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 копаю. Копать, в принципе, много не пришлось, потому что здесь уже всё выкопано. Нет, в эту сторону я не буду, потому что, мало ли, лестницу сломаю. Ну и сейчас, как вы понимаете, мне просто нужно дождаться спавна монстров. Да, больше мне ничего не нужно делать. Опа! Да ладно, тут даже шардики попадаются. Это прекрасная новость! Да, вот только лава, это ни хрена не прекрасная новость. Я её даже закрывать не буду, потому что здесь у меня будет громадная площадь. И мне не понадобится закрывать какую-то лаву. Здесь вообще, на самом деле, ничего не видно. Надо было взять какой-нибудь гиперэнергетический нетор. Так, и что? Какие-нибудь монстры? Нет? Никаких монстров? Даже если я сделаю так? Алё? Нет? Окей. Ааа, чёрт! Я копал, копал и выпал из мира. Вот я придурок. Ааа, бывает же такое, а? Грёбаная кирка, которая умеет копать админиум. Что ж ты делаешь-то со мной, а? Короче, сейчас я покажу, что я выкопал. И, может быть, там даже кто-нибудь заспавнится. Если же нет, то, в принципе, я, наверное, тогда продолжу уже в следующей серии. Потому что, ну, серьёзно, ночь ждать, это долго. Ооо, смотрите, всё-таки друзья-то появились какие-то. Например, два зомби. А чё, криперов никаких нету? Алёша, криперы, алёо! Короче, криперов нету. Ну, знаете, тогда я, наверное, действительно закончу уже лучше в следующей серии. Потому что сейчас опять эту паузу ставить, ну это, это пипец. Кстати, я так и не понял, работает ли этот кошачий амулет. Я когда убил этого грёбаного крипера, с которого выбил два пороха, я даже не посмотрел, убегает он от меня или нет. Потому что я убил его за один удар и как бы, серьёзно, я даже не успел разобраться. В любом случае, я заканчиваю на этом серию. Надеюсь, то, что она вам понравилась. Надеюсь, то, что вы не забудете поставить лайк. Собственно, мы сегодня разобрались, ну, так сказать, с одной проблемой. Я надеюсь, то, что разобрались, если этот кошачий амулет работает. И уже в следующей серии у нас, наконец-то, появятся грёбанные спавнеры абсолютно любых монстров. Ну, то есть, мы можем создавать абсолютно любых монстров, даже криперов. И, собственно, как я уже сказал, на этом я заканчиваю. И что же я хочу вам сказать? Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Лоу Лошка и вот эти два големчика. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok